Джонни Депп, обвиненный Эмбер Хёрд в домашнем насилии, намерен вернуть себе честное имя. С помощью двух исков о клевете. Слушания по первому начались 7 июля в Высоком суде Лондона. Истцом выступает сам актер, ответчиком компании News Group Newspapers, владеющая газетой The Sun, а также редактор издания Дэн Бутон. Причиной обращения в суд стала статья, опубликованная в апреле 2018 года, в которой Джонни Депп обвиняется в насилии над бывшей женой, актрисой Эмбер Хёрд. Публикация озаглавлена так, «Gun Party How Can J.K. Rowling Beat Jan You Wainly Happy Casting Vibe» бита Джонни Депп in The New Fantastic Beasts Film». Свихнуться можно, как Джоан Роулинг может искренне радоваться, что избивающий жену Джонни Депп сыграет в новом фильме «Фантастические твари». Прим. Татлер. Бывшие супруги встретились в суде в первый же день слушаний. Джонни Депп приехал в компанию своего адвоката Дэвида Шерборна, а Эмбер Хёрд поддерживали возлюбленная Бьянка Бути, родная сестра Уитни и юрист Дженнифер Робинсон. Последние две держали актрису за руки, пока направлялись к зданию суда. В заседании началось соглашение позиции истца и допроса самого Джонни Деппа. Стоит отметить, что защитник у актера сильный и известный. Дэвид Шерборн сейчас представляет интересы Меган Маркл в ее иске против издания Mail on Sunday, а до этого он работал с принцессой Дианой, Кейт Мосс, Элтоном Джоном и многими другими знаменитостями. Позиции истца предельная сна. Обвинения мисс Хёрд являются ложными. Истец не совершал насилия по отношению к мисс Хёрд, тогда как она проявляла к нему агрессию, сразу объяснил Шерборн, пишет BBC. После показания дал Джонни Депп. Во время перекрестного допроса актер ответил, зачем пара постоянно записывала видео и аудио своих ссор. Один из таких роликов, сделанных 26 сентября 2015 года, рассматривается как вещественное доказательство. Эмбер Хёрд во время подготовки к заседанию объясняла это тем, что хотела показать своему бывшему мужу, как он себя ведет под воздействием алкоголя и наркотиков. У Деппа другая версия, именно актриса нередко забывала, что говорила в порыве днева, а после отрицала сказанное. Речь зашла о наркозависимости звезды пиратов Карибского моря. Депп признался, что пристрастился к запрещенным веществам в возрасте 11 лет, а к 14 успел перепробовать все известные виды наркотиков. Моя мать отправляла меня забрать ее таблетки от нервов, так что, когда мне было лет 11, я наконец понял, что таблетки от нервов должны успокаивать, поэтому я выпил одну. Так все и началось, рассказал актер. Деппу пишет Daily Mail, также пришлось объяснять, почему он в 1995 году разгромил гостиничный номер в Нью-Йорке на глазах Кейт Мосс. Ущерб был оценен в 10 тысяч долларов. А также вспоминать обстоятельства смерти Ревера Феникса, скончавшегося от передозировки у входа в ночной клуб Viper Room, на тот момент частично принадлежавший Джонни. В ходе допроса также стало известно, что актер давал своей дочери Лили Роуз попробовать легкие наркотики, когда ей было 13 лет. Этот случай Депп объяснил осознанным родительством, мол, лучше, если она узнает, что это под присмотром. Обвинение в домашнем насилии актера проверк. Он заявил, что у него никогда не было проблем с управлением гневом, а физическое насилие над женщиной считает недопустимым. В ходе допроса Депп вспомнил несколько случаев, когда Эмбер Хёрд сама во время ссоры провоцировала драку, после чего ему в буквальном смысле приходилось от нее убегать. Она расчетливая и имеет пограничное расстройство личности. Она социопат, нарцисс, не способна контролировать эмоции, заявил Депп. Теперь я понимаю, что она пришла в мою жизнь, чтобы забрать все минимально ценное и разрушить все, что останется. Джонни добавил, что хотел закончить отношения с женой до того, как все выйдет из-под контроля. В четверг, 9 июля, сторонами обсуждалась поездка Деппа и Хёрд на Багамы в августе 2014 года. Задумывалась она как детекс, который должен был помочь актеру избавиться от наркотической зависимости. Во время этой поездки Джонни и Эмбер временно оказались изолированы на одной стороне острова, а медсестра, которая должна была следить за состоянием Деппа, на другой. В результате, по словам адвоката Хёрд, именно ей пришлось выполнять функции медсестры и сиделки. В суде Депп заявил, что бывшая жена иногда скрывала от него таблетки и это был один из самых жестоких поступков, которые она совершала. На что сторона Хёрд справедливо отметила, что смысл детекса и заключался в том, чтобы удержать его от употребления наркотиков. По словам Хёрд, во время этой поездки Депп проявил по отношению к ней физическую агрессию, толкнув и оставив на ее руках синяки. Джонни же ответил, что был так слаб, что просто физически не смог бы кого-то толкнуть. Также в суде была зачитана переписка Деппа и матери Эмбер Пейдж Хёрд, в которой женщина подбадривала зятя и уверяла, что самое сложное позади, и он обязательно справится с зависимостью. Депп же отвечал ей благодарностью и сообщал, что поддержка Эмбер дает ему силы бороться. «Эмбер и только Эмбер помогает мне пройти через это», писал Джонни, добавляя, что его жене досталась кошмарная задача заботиться о старом наркомане. В сентябре 2014 года во время одной из ссор с женой Депп ударил кулаком в стену, в результате чего повредил руку. Его психотерапевт, судя по записям, сказал ему тогда, «Похоже, вы снова проявляете гнев», на что Депп ответил, «Я лучше выражу гнев, ударив по неодушевленному предмету, чем человека, которого я люблю». Во время слушаний Депп не отрицал, что может не помнить некоторых эпизодов совместной жизни с бывшей женой, из-за употребления наркотиков и алкоголя у него бывали провалы в памяти. Еще один случай, который Херт решила припомнить бывшему мужу, их совместная поездка в Японию осенью 2015 года. Тогда с ними были также дети Джонни Деппа и Ванессы Паради. По словам Херт, в один из вечеров Депп стал неуправляемым и повалил ее на пол. Потом он сказал, что это был не он, а монстр, и теперь монстр ушел. Депп категорически отрицает, что это произошло, обосновывая это тем, что не стал бы употреблять наркотики и вести себя подобным образом при детях. Еще одно из 14 предоставленных суду заявлений о применении насилия со стороны Деппа подробно описывало, как актер под воздействием наркотиков и алкоголя избивал жену во время трехдневной поездки в Австралию в 2015 году и разгромил арендованный дом. Актер отрицал свою вину и уверял, что ущерб нанесла сама Эмбер, потому что они поссорились на почве того, стоит ли им подписать брачный контракт. Депп настаивал на подписании документа, Эмбер же категорически не соглашалась это сделать. Кроме того, Депп уверяет, что Херт кидалась в него бутылками водки, одна из которых сильно повредила ему палец. 10 июля, на новом слушании в суде всплыла переписка актера, в которой он унижает Эмбер и впервые говорит о романе с хореографом из России Полиной Глен. Я встретил чудесную русскую малышку здесь, и это заставило меня осознать, что раньше я тратил время на дешевую стриптизершу. Я бы не прикоснулся к ней, речь об Эмберфёрд, Прим. Татлер, Сиечис даже в резиновой перчатке, писал Депп. О романе актера и танцовщицы Гоу-Гоу стало известно в 2018-м, когда папарацци подловили их на выходе с вечеринки в Лос-Анджелесе. По информации в СМИ, у Джонни серьезное намерение. Источник, приближенный к паре, рассказал порталу Daily Mile еще в 2019 году, она очень милая, заботливая и талантливая. Я уверен, что Джонни ей помогает, но она занята своими делами. Она очень сдержанна. Я не думаю, что кто-то знает, что они живут вместе. Полина сказала, что они собираются пожениться, и что он хочет поехать в Россию к ее родителям. 15 июля на очередном слушании выступила бывшая ассистентка Хёрд Кейт Джеймс, которая работала на актрису с 2012 по 2015 год. Выяснилось, что экс-начальница присвоила себе ее историю насилия. То, чем Джеймс однажды поделилась с Хёрд, она обнаружила в документах по делу о клевете. Эмбер чуть ли не слово в слово пересказала откровение ассистентке. Вот только главными действующими лицами в этом рассказе были она и Джонни Депп. Также Джеймс поделилась своими представлениями о звездах. Депп ей кажется спокойным и даже скромным человеком, не способным на насилие, а Хёрд — неуравновешенной женщиной, склонной к необоснованных оскорблениям и пьянству. Потом с комментариями выступили бывшие возлюбленные Деппа, Ванесса Пароди и Вайнона Райдер. Обе женщины заявили, что их образ Джонни не сходится с тем, которым его представляет Хёрд. «Я знаю Джонни больше 25 лет. Из них на протяжении 14 лет мы были партнерами. Вместе мы вырастили двух детей. На протяжении всех этих лет я знала его как доброго, внимательного, щедрого и нежестокого человека и отца», — сказала Пароди. «Мысли, что он невероятно жестокий человек, максимально далека от того Джонни, которого я знала и любила. Он никогда не проявлял ко мне агрессии», — поделилась Райдер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова